Принц Гарри Придется заплатить еще 22 доллара США. Кажется, еще ни одна звезда до такого не додумывалась. Те, кто приобретет билеты, смогут стать зрителями важной беседы Принца Гарри и доктора Габора Мати. Однако живого участия зрителей во время трансляции не предполагается, потому что чат будет отключен. Любой вопрос, который вы оплатите, также будет прочтен и выбран модератором. Гости должны будут соблюдать строгие правила, особенно это касается записи трансляции. Запись или совместный эфир будут строго запрещены, говорится в условиях мероприятия. Также сообщается, что цена билета составляет 20 долларов США, однако для жителей Великобритании цена увеличивается еще на 2 доллара США, уточняется, что в эту стоимость входит копия мемуаров Принца Гарри, запасной. Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, сколько Сосекскому удалось заработать на выпуске мемуаров, но представители Герцога заявили, что полтора миллиона долларов США Принц пожертвовал благотворительной организацией Сентибал. В декабре 2020 года Меган Маркель впервые публично инвестировала свои деньги в стартап компании Кливер Блендос, продающей порошкообразные латы со вкусом матчи, чая и кофе. Сумма инвестиций неизвестна до сих пор. Теперь Герцогиня Сосекская снялась в рекламе бренда. Основательница компании Хана Мендоза опубликовала видео, на котором Меган Маркель пробует напиток. А за кадром предпринимательница рассказывает, как из скромного стартапа они выросли в большую компанию. Мы стольким обязаны Меган. Три года назад все изменилось. Не кто иной, как Меган, Герцогиня Сосекская, начала пить наш латы. Ей понравился наш продукт, она увлеклась темой женщин в бизнесе и устойчивого производства. В итоге она стала не только инвестором, но и советником компании, сказала Хана Мендоза. Помимо этого, Хана отметила, что жене принца Гарри настолько понравился кофе, что она отправила латы с куркумой своим друзьям, в числе которых оказалась даже опра у инфри. Буквально на днях Кейт Миддлтон посетила продуктовый рынок Киркгейт в Личи в рамках благотворительной инициативы Shopping Cous, которая направлена на развитие детей дошкольного возраста. Принцесса решила сделать ход конем и пообщаться с продавцами, обсудив важность первых пяти лет жизни ребенка. Однако неудивительно, что помимо вопросов о ментальном здоровье, поклонники стали спрашивать Вельскую о приближающемся дне Святого Валентина. К слову, принцессу не оставили без трогательного подарка, флорист Нил Ишкрофт рассказал Кейт Миддлтон о своем бизнесе и преподнес ей букет цветов. «Вне всякого сомнения, принц Уильям купит вам несколько красных роз на предстоящий праздник», — спросил Нил Ишкрофт, а Уэльская ответила, что супруг редко дарит ей традиционные подарки. Однако Кейт Миддлтон также вспомнила и про их первый с принцем Уильямом «День Святого Валентина». Тогда Уэльский работал пилотом вертолета Королевских ВВС и не смог быть в праздник всех влюбленных рядом с ней. Но Уильям не забыл отправить своей супруге цветы и открытку, что помогло скрасить разлуку. К слову, для самой Кейт Миддлтон эта неделя стала очень важной и богатой на мероприятия и премьеру новых проектов. Создатели мультипликационного проекта «Южный парк» решили подшутить над Меган Маркель и принцем Гарри. Они выпустили серию, где высмеяли сосекских. Однако те юмора не оценили и даже, по слухам, намерены подать в суд на обидчиков. Создатели мультипликационного проекта «Трей Паркер» и «Мэтт Стоун» ответили на обвинение. Об этом этом сообщает Daily Mail. В эпизоде «Южного парка» показали «тупого рожеволосого принца» и его глупую жену, которые хотят эмигрировать и отправляются в «мировой тур по конфиденциальности». Также авторы сделали отсылку к мемуарам принца Гарри, запасной, которые в Сирии называются ООО. Создатели мультсериала в беседе с ведущим подкаста Дугом Херцогом и Дженом Ченни заявили, что они привыкли к критике своего проекта и уже не могут даже сосчитать, сколько раз за много лет им угрожали судами и расправой. В частности, они вспомнили эпизод 2005 года о Томе Крузе и его связи с саентологией. Нас считали контркультурой. Один из самых больших споров вокруг коронации короля Карла Трех заключается в том, будут ли на ней присутствовать его младший сын и невестка. Есть ряд проблем, связанных с отношениями между Гарри и его семьей, к тому же историческое событие неловко происходит в день рождения Арчи. Впрочем, согласно источникам, присутствие Гарри и Меган зависит от одного простого требования. Гарри хочет предварительно встретиться на высшем уровне с королем Карлом Третьим и принцем Уильямом, чтобы обсудить их проблемы. Гарри был очень ясен, и его позиция не дрогнула, он не собирается приезжать, если будет чувствовать, что атмосфера будет такой же токсичной, как это было во время платинового юбилея и похорон королевы. Он сказал, что хочет примириться со своей семьей, и это их решение, но пока ничего не изменилось, говорят эксперты. После того, как в сети появились новые фото дочери Анжелины Джоли и Брэда Питта, поклонники гадают, что заставило девушку пойти на кардинальные перемены. В прошлом месяце папарацци застали Шайла на парковке, и она была подстрижена почти под ноль. Но теперь в СМИ появились предположения, что же на самом деле заставило девушку отстричь волосы. Как считает Анжелина, ее дочь решилась на эксперимент с внешностью ради благой цели. Джоли, которая активно поддерживает женщин в борьбе за их права, рассказала двум своим дочерям о движении феминисток в Иране, которые самоотверженно высказываются против насилия в семье и угнетения со стороны мужчин. Чтобы достучаться до власти мущих, они демонстративно стали резать свои волосы. Шайла решила их поддержать. К своей сестре присоединилась еще и 18-летняя Захара. Правда, она пожертвовала всего несколько прядей. К слову, Шайла сама пошла на такой шаг без уговоров матери. На днях Кейт Миддлтон посетила детский сад при Англиканской церкви Святого Иоанна в Восточном Лондоне. Принцесса Уэльская тщательно подготовилась к выходу в свет и выглядела, как всегда, неотразимо. Жена принца Уильяма предстала в шелковой блузке изумрудного цвета от бербери и черных брюках с высокой посадкой. Наряд подчеркнул стройную фигуру Миддлтон и ее осиную талию. Образ завершили лаконичные золотые серьги от ювелирного бренда Spelless of Love. Кейт переняла от принцессы Дианы модный лайфхак. Главной деталью ее образа стал галстук-банд, который когда-то украшал Леди Ди на официальных мероприятиях. Поклонников восхитил образ Миддлтон. «Обожаю ее стиль, зеленый ей к лицу, ее улыбка притягивает к себе взгляды, настоящая будущая королева, потрясающая Кейт, ее наряд не нравится», — написали пользователи. Недавно Меган Маркель и принц Гарри спровоцировали слухи о проблемах в отношениях. В сети обсуждают их возможный развод. Поводом для этих домыслов стало то, что герцогиня Сосекская перестала появляться на публике после выхода мемуаров ее мужа. Поклонники стали гадать, что ждет Меган в случае развода с принцем Гарри. По словам королевского эксперта Кэти Николу, монарши особой не заключают брачный контракт, поэтому особых привилегий после расставания герцогиня может и не получить. «В браке со знаменитостями это обычное дело, но не в случае Королевского союза», — сказала она. Так, например, Маркель не сможет получить долю коттеджа во Фрогморе, где супруги проживали до Мегзита, поскольку имущество принадлежит королевской семье. После развода герцогиня не сможет претендовать и на часть капитала БКС, который, по данным Форбс, составляет около 88 миллиардов долларов. Принц Уильям отказался от попыток исправить отношения с принцем Гарри. Наследник престола считает, что он безнадежно потерял младшего брата из-за их продолжающейся вражды. Об этом заявил королевский эксперт Нил Шон со ссылкой на близкого друга принца Уэльского. В одном из своих последних видео на YouTube-канале Nails Cines Daily News Headlines Шон сказал, согласно очень хорошему источнику, Уильям прагматично относится к проблеме с братом. Он чувствует, что сделал все самое лучшее, что было в его силах. Он пытался давать советы и направлять Гарри. Но безуспешно, Гарри решил слушать только себя. Что же, теперь принц Уильям смирился с тем, что потерял младшего брата, добавил Нил Шон.